Глубоко уважаемые члены Президиума, глобоко уважаемые коллеги, а также хочется поприветствовать всех тех, кто смотрит нас удаленно по видеотрансляции. Хотелось бы в своей презентации остановиться на важных аспектах МРТ в диагностике рака прямой кишки. Понятно, что тема для кого-то не нова, для кого-то кто-то будет знакомиться с ней в первый раз, но актуальность ее не претерпевает изменений. Итак, МРТ позволяет врачам, которые в дальнейшем занимаются пациентом, спланировать, что дальше с ним делать. Либо по нашему заключению пациент будет получать предварительную, предоперационную или как по онкологическим канонам говорится неодевантную лучевую терапию, либо химиолучевую терапию, либо в зависимости от степени распространения процесса будет пациенту предложена операция. Но прежде чем оценивать распространенность колоректального рака, надо знать какую-то базовую анатомию прямой кишки, чтобы в виде образования мы могли понимать, на каком уровне оно локализуется. Схематично здесь либо анальный канал, нижний ампулярный отдел прямой кишки, средний ампулярный отдел, верхний ампулярный отдел прямой кишки. Как выглядит это на МРТ в аксиальных срезах? Тонкая линия гипоинтенсивного МР-сигнала соответствует слизистому слою прямой кишки. Соответственно, под ним находится подслизистая основа или подслизистый слой, который имеет более гиперинтенсивный МР-сигнал на Т2 взвешенных изображениях. Мышечный слой в виде линии гипоинтенсивного МР-сигнала. Далее это мезоректальная клетчатка, которая представляет собой жировую клетчатку. В ней проходят экстрамуральные венозные сосуды в зависимости от уровня нижней, средней или верхней ампулярной, а также нервные сплетения и лимфатические узлы. И окружает все эти структуры так называемая мезоректальная фасция, вокруг которой и строится описание, планируется оперативное вмешательство. Здесь схематично так выглядит плоскость, в которой манипулируют наши коллеги-хирурги. Здесь представлено на корональном скане т2 взвешенное изображение анатомия анального канала. Это глубокая порция мышцы элеватор ани, которая формирует наружный сфинктер. Схематично стрелочкой указан внутренний сфинктер анального канала. Кроме этого, необходимо понимать и знать определенные важные анатомические ориентиры, которые в настоящее время очень важны и интересуют хирургов. Красными стрелками показана переходная складка тазовой брюшины на сагитальных изображениях. Она представляет собой линию пониженного МР-сигнала, которая идет от семенных пузырьков у мужчин, у женщин за маткой локализуется. Идет к передней кишечной стенке. На аксиальных срезах она будет представлять собой V-образную линию с нижним МР-сигнала, соединяющуюся с наружным контуром передней стенки прямой кишки. Другой анатомический ориентир на уровне нижнем опулярного отдела прямой кишки это фасция Дененвелье, или он еще называется апоневроз Дененвелье. На уровне семенных пузырьков мезоректальная фасция соединяется с сохранившейся частью уровня генитальной перегородки, формируя собой так называемый плотный соединительно-тканный пучок, который отделяет предстательную железу и семенные пузырьки от прямой кишки. И пресакральная фасция, париетальный листок фасции таза, который покрывает пресакральную клетчатку и располагающиеся пресакральные вены, венозные сплетения, располагается позади мезоректальной фасции. Эти ориентиры очень важны, поскольку хирурги очень трепетно к ним относятся и планируют дальнейшие свои манипуляции. Переходя к методике сканирования, это оснащение нашего отделения. У нас был и остается аппарат General Electric Sigma Excite 1,5 Tesla с 2007 года, и он до сих пор выполняет свою функцию. И приятным приобретением на отделении стал аппарат Siemens Aero 1,5 Tesla с этого года, который, конечно, позволил расширить нам свои диагностические возможности и совершенствовать свои заключения. Методика сканирования, о чем мы сегодня хотелось и поговорить, то есть должен быть аппарат напряженности магнитного поля не менее 1,5 Tesla. Основной протокол сканирования, он, по сути, включает основные диагностические последовательности Т2 быстрого спинного эха. Включает в себя сагитальные Т2-взвешенные изображения, на которых мы можем оценить локализацию опухоли, ее протяженность, уже оценить какое-то взаимоотношение с окружающими структурами. И по сагитальным изображениям мы можем позиционировать дальнейшие наши программы. Особенно актуально это для так называемых высокоразрешающих high-resolution, это два взвешенных изображений, которые должны проходить строго перпендикулярно стенке кишки на уровне поражения. И перпендикулярно этой плоскости сканирования выставляется так называемая длинная ось long axis для более точной визуализации поражения и оценки степени инвазии. Но кроме этого используется протоколы в корональной пластике сканирования аксиальные это Т1 взвешенные изображения. Стоит отметить, что программы с жироподавлением не используются, так как данная ситуация не имеет диагностической ценности. Более подробно хотелось бы остановиться на высокоразрешающих последовательностях. Это аксиальные Т2 взвешенные изображения. Толщина среза не должна превышать 3 мм. Крайне важно иметь малое поле обзора. То есть филдовью должен составлять не более 16-18 см. Если техническое оснащение аппарат позволяет, то можно использовать и более меньшие значения. Такой персонализированный подход к планированию исследования позволяет избежать диагностических ошибок. На данном слайде показаны желтые линии и красные. То есть желтые это правильно выставленные срезы, о чем я говорил выше, которые позволяют адекватно оценить состояние стенки кишки. И видно, что нет в данном случае перехода за пределы мышечного слоя. И у того же пациента, если мы буквально меняем наклон на несколько градусов, то создается ложное восприятие, и мы уже можем впасть в диагностическую ошибку и составить ложное заключение о степени инвазии в предстательную железу. Очень важно обучать лаборантов, и уже грамотные лаборанты будут задавать вам вопросы или совместно планировать исследования. Это очень важный момент. Итак, чтобы стадировать образование, грамотно описывать, надо понимать его локализацию по отношению к кишечной стенке. В данном случае речь идет о Т-критерии. Так, в многоцентровом исследовании Меркурии было доказано, что мы как диагносты можем оценивать распространение процесса с точностью до 0,5 миллиметров. Я более подробно остановлюсь. То есть основные моменты это Т1, опухоль инфильтрирует подслизистый слой, Т2 собственную мышечную пластинку, Т3, когда происходит переход процесса за пределы мышечного слоя на окружающую параректальную или мезоректальную клетчатку и распространение процесса на соседние органы структуры либо брешину. В качестве демонстрации это Т-критерий. На сагитальном скане видна опухоль на уровне верхнемапулярного отдела. При выполнении высокоразрешающих сканов прослеживается подслизистый слой. Существует такая классификация кикучи, которая более детально еще позволяет оценить степень вовлечения этого подслизистого слоя. То есть СМ1 соответствует поражению верхней трети подслизистого слоя, СМ2 две трети подслизистого слоя и СМ3 прорастает всю толщину подслизистого слоя. У справедливости радость стоит сказать, что мы не всегда можем адекватно оценивать степень этой инвазии при таких малых образованиях. Здесь более прицельно. Это пример Т2 критерия, то есть достаточно четко виден мышечный слой, образование занимает практически две трети полуокружности, но распространение на клетчатку мы не видим. Т3 критерий, то есть видно образование полиповидной формы, полуциркулярно охватывающую прямую кишку и отмечается распространение процесса на окружающую клетчатку. Здесь приведен скан с посконтрастным изображением. Т4 критерий образование на уровне нижней и среднеампулярного отдела прямой кишки, при выполнении аксиальных срезов видно вовлечение окружающей клетчатки, мезоректальной фасты и вовлечение предстательной железы на уровне периферических отделов левой доли. Далее не менее важный критерий и достаточно сложный для интерпретации это оценка регионарных лимфатических узлов. Н-критерий включает в себя основные группы Н1, поражение от 1 до 3 лимфатических узлов, которые еще делятся на подгруппы Н2, метастазы в 4 более регионарных лимфатических узлах. Это очень важно, так как даже при Т1 образованиях встречается от 5 до 10 процентов пораженных параректальных лимфатических узлов. И, естественно, корреляция в зависимости от Т-критерия количество пораженных измененных лимфатических узлов увеличивается. размер. То есть, мы привязаны к размерам и данное исследование, которое показывает, что даже лимфатические узлы 2-5 миллиметров могут быть в 17 процентах поражены. Естественно, с большей долей уверенности можно говорить о вторичном изменении лимфатических узлов при размере 5-10 миллиметров. Ну и сомнений не бывает, если он более 10 миллиметров. Однако существуют более важные критерии оценки параректальных лимфатических узлов, так как описаны признаки злокачественности это нечёткость, неровность контуров лимфатического узла, его гетерогенность структуры или неоднородность и наличие округлой формы. И при измерении лимфатического узла по короткой оси интерпретируя, если мы имеем три признака злокачественности и лимфатические узлы менее 5 миллиметров, то мы можем говорить о их злокачественном потенциале. Ну здесь на слайдах приведен пациент, это два взвешенные изображения образования и показан, как выглядят лимфатические узлы. Важно считать их количество и что очень важно для клиницистов это так называемое расстояние до мезоректальной фасции, которое измеряется по наиболее близко расположенному измененному лимфатическому узлу. И приведены диффузионно-взвешенные изображения с построением карт. Стоит оговориться, что диффузионно-взвешенные изображения для колоректального рака это в настоящий момент очень спорный вопрос. роль диффузии в настоящий момент несколько снижается. М-критерий отдаленные метастазы, но иногда и в малом тазу мы можем с этим встречаться, как в данном примере метастатическое поражение левой боковой массы крестца. Важный критерий, который используется в нашей работе, это так называемая экстрамуральная венозная инвазия. Этот термин был введен Смитом и с автором и показывает, что риск возникновения метастазов в 4 раза выше у пациентов с данным признаком, который был выявлен по данным МРТ, и показатель безрецидивной выживаемости снижается с 74 до 35%. и на основании опыта можно сказать, что стоит более внимательно к поиску отдаленных метастазов при выполнении компьютерной томограммы органов брюшной полости легких, то есть риск возникновения метастазов увеличивается. Выглядит это таким образом, то есть в данном случае это лимфатический узел измененный инфильтрирует ветвь верхней прямокишечной вены. На данном примере аналогично. Бывают такие депозиты, то есть это заобрешенно по ходу венозных сосудов. Такие венозные депозиты встречаются, то есть это не измененный лимфатический узел, а это именно проявление венозной экстрамуральной венозной инвазии. Хотелось бы продемонстрировать такую схему, которая позволяет собирательно в комплексе для понимания оценить, что МРТ позволяет оценить экстрамуральный эндофитный компонент внутрепросветной опухоли, степень вовлечения кишечной стенки, то есть о чем я говорил выше, в данном случае это два, распространение процесса за кишечную стенку, но вовлечение мезоректальной фасции и потенциального вовлечения в данном случае не отмечается, так как есть расстояние жир, и хирурги в принципе могут в данном случае пациенту брать либо на операцию, либо планировать лучевую терапию короткими курсами. здесь идет речь о потенциальном вовлечении мезоректальной фасции и тесно прилежат лимфатические узлы, о которых я тоже выше говорил. Естественно, этот пациент должен предварительно получать мелодивантную химиолучевую терапию об оперативном вмешательстве, здесь речь не идет. Т4 образование вовлечения за пределы мезоректальной фасции на семенные пузырьки. То есть, тем самым МРТ обладает высоким тканевым контрастом, позволяет оценивать степень распространения процесса по отношению к кишечной стенки к мезоректальной фасции и к окружающим анатомическим структурам. И такая возникла идея включить несколько слайдов для демонстрации как это выглядит на МРТ. В данном случае мужчина 52 лет поступил с предварительным диагнозом образования на уровне среднем пулярного отдела прямой кишки. И вот на сагитальном т2-звешенном изображении мы видим опухоль. Ему была выполнена колоноскопия. По данным колоноскопии на уровне ректосигмоидного отдела прямой кишки выявлено второе образование, которое стенозировало просвет кишки. И далее этого уровня уже колоноскоп не прошел. Однако по данным МРТ еще на уровне сигмовидного отдела толстой кишки выявлено образование, о котором получается хирурги не знали. И теоретически мог быть положительный край резекции, потому что именно здесь пересекает сигмовидная кишка для формирования зоны анастомоза. Так выглядит в аксиальной плоскости это образование на уровне среднеапулярного отдела прямой кишки. Это то образование, которое по данным МРТ третьим было выявлено в сигмовидной кишке. Это образование на уровне ректосигмоидного отдела полстой кишки. Я к тому, что нельзя зауживать свой взгляд и надо комплексно оценивать всю ту информацию, которую мы получаем в ходе исследования. Это другой пример. Это представлены томограммы, по которым было выставлено заключение подозрения об образовании на уровне нижнеапулярного отдела прямой кишки. И действительно обращает на себя утолщение на этом уровне с повышенным МР-сигналом. Даже видны лимфатические узлы в параректальной клетчатке выше уровня. Так это выглядит в аксиальном срезе. Виден узел, однако он достаточно четкими ровными контурами, гомогенные структуры, хотя близко прилежит к мезоректальной фасции. И вот так выглядит это нейрональное толщение стенок. При более детальном анализе нам было высказано предположение, что это все-таки речь идет о каком-то воспалительном процессе, потому что нет критериев злокачественности, а именно идет равномерное толщине стенок. Далее пациенту была выполнена колоноскопия. По данным колоноскопии эндоскопическая картина воспалительное заболевание толстой кишки, болезнь крона, неспецифический язвный колит с поражением нижнего популярного отдела прямой кишки. Соответственно, конечно, выполнена гистология, поскольку изначально речь шла о карциномии прямой кишки, очаговая гиперплазили, фоидные ткани, слизистые оболочки толстой кишки. То есть в плане дифференциальной диагностики надо помнить о наличии других процессов. И тоже консультативные были представлены пленки, не было сагитально тедовозвешенных изображений. Там на уровне ректосигмойного отдела толстой кишки, придется показать по корональным, выявлено объемное образование. Вот так оно выглядело на аксиальных срезах. К сожалению, не было высокоразрешающих сканов. Создавалось впечатление, как будто находится объемное образование в просвете ректосигмойного отдела на границе ректосигмойного отдела толстой кишки и верхнепулярного. При внутреннем контрастировании отмечалось периферическое преимущество накопления контраста этим образованием с воскулярной зоной в центре. Было принято решение доделать протокол сканирования и продемонстрирую. И мы увидели, что сама прямая кишка она как бы оттеснена отдавлена данным объемным образованием и проходит по его правой боковой полуокружности. Само объемное образование тесно прилежит к левую боковую полуокружность стенки кишки возможно исходит из него. В данном случае диагноз карцином прямой кишки был исключен а речь шла о неэпитериальном образовании. По данным колоноскопия на 6 см от зубчатой линии определялось давление стенки кишки из непротяженности 5 см. По данным гистологии гастроэнтестинальная стромальная опухоль образование неэпитериального ряда. Тем самым подытожив свой доклад хотелось бы сделать несколько выводов что МРТ позволяет осуществлять местное стадирование опухоли прямой кишки и индивидуально подходить к выбору предстоящего лечения больных. Кроме этого имеется ограничение возможности оценки лимфатических узлов и оценки ответа опухоли на проводимую терапию. Но МРТ на сегодняшний момент является актуальным и приоритетным методом диагностики который позволяет оценивать местное распространение к реценому прямой кишки по отношению к мезоректальной фасции и другим анатомическим структурам. Я постарался донести что очень важно соблюдать методику МРТ в мультидисциплинарном подходе тем самым мы можем корректно планировать предстоящие лечения повышать его эффективность и улучшать показатели общей безрецидивной выживаемости у наших пациентов. Спасибо за внимание. Спасибо большое Михаил Владимирович Уже сразу вопросы есть несколько вопросов давайте Спасибо большое Михаил Владимирович за доклад мы постоянно с вами консультируемся но тем не менее возник такой вопрос насколько клинически важна степень оценки поражения подслизистого слоя по классификации СМ1-2-3 как это влияет на тактику Я в своей да спасибо за вопрос я в своей презентации честно сказал что мы не всегда это можем идентифицировать потому что это малые образования и сейчас только проводятся работы попытки визуализировать и приблизиться к этой классификации она важна потому что существует ряд оперативных методик которые позволяют удалять образование в пределах подследствия слоя тем самым сохранять пациенту кишку и соответственно качество жизни но без эндосонографии в данном случае МРТ полностью ответить на все вопросы не может но мы можем опять же увидеть то что тоже показывал при Т1-образованиях измененные лимфатические узлы и сообщить о них клиницистам Уже Михайлович спасибо большое за сообщение вопрос использовали ли вы в своей работе эндоректальную катушку и какое ваше отношение к использованию эндоректальной катушки при раке прямой кишки да вопрос хороший спасибо спасибо за вопрос но эндоректальную катушку мы в своей практике не использовали мы ее не так давно получили если честно сказать но в то же время есть уже ряд работ и накопленный опыт что эндоректальная катушка она растягивает кишку и увеличивает тем самым ложное пространство то есть мы не сможем оценить мезоректом и уже доказано что достаточно просто поверхностной катушки для получения данных и грамотного описания еще есть вопросы Михаил Иванович скажите пожалуйста можно ли сегодня сказать что пациенту с диагнозом подтвержденным предполагаемым рак прямой кишки нужно обязательно выполнять МРТ малого таза с прицельным исследованием прямой кишки или какие-то ситуации мы можем избежать этого но мое мнение что если нет противопоказаний абсолютных к выполнению МРТ это надо делать чтобы спасибо я не хотел этого услышать и хотел вам довести что на сегодняшний момент времени всем пациентам у которых подозревается или даже диагностирован рак прямой кишки исследование малого таза с прицельным исследованием прямой кишки вот как сказал Михаил Владимирович это введено в стандарт обследования если этого не было проведено то соответственно следует считать что пациент был недообследован еще есть вопросы спасибо большое Михаил Владимирович спасибо за субтитры спасибо за просмотр спасибо за субтитры